Из-за крупной коммунальной аварии, которая произошла минувший четверг 11 января, без стабильного теплоснабжения остались более 2000 домов. Сегодня, уже почти спустя 6 дней после аварии, ее последствия все еще устраняют. Без стабильного теплоснабжения остались жители Кировского и Ленинского районов Новосибирска. Это дом на улице Троллейной. При перезапуске здесь не выдержали чугунные трубы. Капает, хотя стояк перекрыт. Видите, что творится? То есть трещина вот здесь вот. Нам сказали, что это гидроудар. То есть пошел перезапуск и все, она просто не выдержала. Чугунная батарея не выдержала. 14 числа нас не было дома. Мне позвонила старшая по дому, сказала, что мы топим соседей по первый этаж. Я прибежала. Ну, в течение часа это все произошло. Прибежала, уже на первом этаже стояла вода. Не видно вообще было ничего, был туман. Капли на потолке, ну, на полу, понятно, вода. Все плавало. Пошли на кухню и увидели сквозь туман вот эту трещину. Нам сказали, что это наша вина. Информации, что будет перезапуск, никакой не было. Первый же момент. Я сделала видео полностью, что происходит здесь. Описала ситуацию. ЖЭУ была в курсе. Был только слесарь. Вот он сразу как пришел. Потом они ушли и ждали инженера. Инженер обещал нам прийти в течение часа. То есть это где-то в 12. Никого не было. Позвонил сам инженер и озвучил, что на каком-то другом доме большая авария. И до утра их никого не будет. Никаких документов, ни актов, ни каких-либо других документов составлено не было вообще. Еще один дом, который столкнулся с последствиями аварии, дом на улице Маркса. Батареи. Холодные жители вынуждены включать обогреватели. В помещении плюс 14 градусов. Пять дней не выключаем вообще. Отапливаемся и газом, и плюс батарея вот эта у нас такая. Обогреватель. Смотрите, до сих пор живем. Да, и мы также включаем. Заплатим за электричество в этом месяце. Я даже не знаю. У ребенка болел, в школу не пошло. Вызвали врача. Все стоят обогреватели. Трогаем батареи. Ага, ледяная. Температуру мерили в квартире какая. Вот, пожалуйста. Да, пожалуйста. 12 градусов. Двое суток уже не выключали у нас на полную и поддерживать температуру. А так было 9 градусов. Я так перемерзала. Взяли кое-как, быстренько нашли обогреватель. В доме 36 на улице Блюхера, где мы находимся, боролись с последствиями аварии. Из-за перепадов температуры здесь лопнули трубы, затопило чердак и подъезд. Сейчас о последствиях аварии напоминает только запах сырости в подъезде и потеке на стене. Напомню, авария произошла ночью 11 января на улице Плохотного. Там прорвало 50-летнюю трубу. Последствия аварии планируют ликвидировать в ближайшее время.